Итак, это заключительный ролик о настройке сайта Эквит. И здесь мы сейчас будем подключать способ оплаты. Еще раз повторюсь, это просто базовые настройки сайта Эквит. Слишком подробно будет очень много. И, в принципе, со всем вы можете разобраться сами. Можете через чат получить поддержку. Есть рекомендуемые статьи и так далее. Но, проделав все то, о чем я сейчас вам расскажу и покажу, у вас уже будет, в принципе, готовый начальный сайт для продаж. Итак, настройте прием платежей. Когда вы первый раз перейдете сюда, здесь у вас будет чуть по-другому. Здесь будет включено, может, наличными. Скорее всего, оно у всех включено. Это надо отключить. И здесь будет основной метод, как бы, предлагаться самым первым. Это добавить PayPal. Принимать платежи через карты и так далее. Есть тоже возможности. Для всего СНГ это to check out, так называемый. Можно без PayPal работать. Но надо пройти верификацию в to check out. Как подключить PayPal? Скорее всего, здесь у вас будет изначально стоять. Вот оно будет выглядеть не так, а вот здесь будет большая синяя такая вот блямба с названием PayPal. будет стоять e-mail адрес, с которого вы регистрировались. Для того, чтобы именно поставить ваш PayPal, надо кликнуть на регистрировать, редактировать. И вот здесь подключить другой вариант. Вот в это поле вставить свой PayPal. И вот такая вот плашка будет именно для того, чтобы отредактировать. Изначально будет такая. Я здесь уже поменял PayPal. Понятно, да, вот этот момент? Теперь смотрите. Переходим опять на общую страничку. Когда вы подключите PayPal и активируете, там будет синяя такая кнопка, активировать прием платежей, у вас вот сейчас отключено будет что-то наподобие вот такой вот надписи. Для того, чтобы принимать платежи в PayPal, надо обязательно у покупателя запрашивать ZIP. Вот здесь перейти в настройки, что надо сделать. И вас сразу перекинет сюда, поскольку вы уже отправляете не оффлайн, а онлайн, значит, вам надо у покупателя запрашивать адрес полностью. И вот здесь надо включить. Включить, то есть при оформлении заказа заполнялся адрес. Включить и сохранить. Сохранили, и у вас будет работать PayPal на прием денег. Все, переходим в консоль. Переходим в настройки. Доступный покупателям. Спрашивать почтовый индекс. Так, спрашивать адрес. Спрашивать индекс. Вот. Сразу не включили, и все. То есть спрашивать адрес и индекс. Понятно? И все у нас готово к приему платежей. Переходим на консоль. Теперь, для того, чтобы отредактировать и посмотреть, получится ли, чтобы весь сайт у нас вот слово сортировка и так далее, все это было на английском. Переходим в региональные настройки. Адресы, все такое. Переходим в региональные настройки. Языковые настройки. Выбираем здесь. Изменить язык магазина. И выбираем английский. Английский. И сохраняем. Язык магазина английский. Теперь обновляем наш магазин. Он тут не виден. Так, переходим на витрину. И у нас все на английском. Вот эти названия, они изначально были на русском написаны, поэтому оно и на русском. А вот тут мой аккаунт, трекинг-кортер. Вот видите, почему мы? Оно осталось. Описание было на русском, оно осталось. О компании было на русском, оно осталось. Связаться с нами, оно осталось. Я опять же, сейчас не буду показывать, как это все заменить. Потому что в самом первом ролике показывал, где это. Чтобы вы тоже поработали, и мой заказчик тоже нашел это. Настройте свой сайт и магазин. Вот через эту вкладочку, вот эти все, вот история, допустим. Перейти в раздел «История». И вот смотрите, изменить здесь, почему мы, да? Изменить название секции. Не почему мы, а about us. То есть так, как было в том сайте, который мы клонировали. Скажем так. Вот здесь написано, почему выбрать нас. Ну, можно вот так вот скопировать и вот здесь вот вставить. Видите, поменялось. И сохранить. Я специально сейчас оставляю, чтобы, я же говорил, это не для меня лично. Вот эти все названия надо тут найти и поменять. Контактная информация, вот связаться с нами. Изменить название секции в самом низу. И так далее. На этом все. Всем удачи, всем пока. Если вдруг нужно по какой-то части относительно настройки сайта Эквит. Что-то еще снять и записать. Пишите в комментариях с удовольствием. Или отвечу сразу. Или сниму ролик, если объяснение не получится сделать в двух-трех словах. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс. Субтитры сделал DimaTorzok